Летний патруль. Супрацовники МНС совместно с молодежными отрадами охоты правопарадки и специалистами освода протягивают профилактические рейды по водоемах региона. Инициатива накеревана на повышение у зроню культуры безопасности. У одним из рейдов побывала и наша здымочная группа. Мета-акции – донести до каждого, как важно выполнить правила по воде на воде. Супрацовники службы вырятования констатуют, многие по раннейшему различуют на шансовании и уповнены, что их беда не закрани. Бывали такие случаи, в частности на Роповском озере. Нашим ребятам удалось обидеть, наверное, не совсем сознательных родителей о том, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. И, как правило, в воду заходить они должны именно с детьми. И детей не оставлять на пляже. Рейды летнего патруля проходят на постоянной основе у любой надворье. У спякоту доброохотники и вырятовальники нагадывают о правилах по воде, отпочивающим на пляжах. А у дождь проводят профилактические размовы с рыбаками. Были случаи, когда рыбак ловил рыбу, оторвал свою приманку, разделся, решил нырнуть ее искать. И в итоге он почему-то нырнул и не вынырнул. То есть несчастный случай. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы рыбаки все-таки оценивали как-то и понимали, что приманка не стоит таких денег, сколько стоит жизнь. Поэтому вот такие моменты. Если ловят в лодках, чтобы не нарушали правила, чтобы были в жилетах обязательно. И с лодок тоже не прыгали, за той рыбой не выскакивали и за теми приманками. После размовы с рыбаками, супрацовники МНС и Асфода, совместно с представниками инспекции по маломерных суднах, отправились в рейд по водоеме. Мета – проверить проходжение техогляду и наявность вырятовальных камизелек. Миновата ГТА пункты у лодальники лодок порушают частей за всем. Человек, выходящий на маломерном судне на воду, должен, это первое, быть в спасательном жилете. Второе, естественно, лодка должна быть технически исправна. Как надувная, то есть отсутствие каких-то трещин, проколов, так и алюминиевая, либо металлическая. Естественно, наличие соответствующего оборудования в лодке, которое необходимо как для грибной, так и для моторной лодки. Ну и самое основное правило, естественно, не употреблять спиртные напитки на воде и на берегу. Пик порушений пропадает на открытию сезону. С 19 мая специалисты службы здесь не легкаля 300 выходов на водоемы. Выявлено больше за 380 порушений у правилу корыстания маломерными суднами. Летний патруль нагадывая, каждый язык может скончиться трагедией. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, Толерадио компания «Гомель».